За активное участие в создании и установке стелы трудовой доблести, за информационное сопровождение и помощь в организации торжественного открытия мемориального комплекса. Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила представителей волонтерских организаций, краеведов, историков, преподавателей вузов и СУЗов города, а также работников самарских музеев. Стелла у нас получилась замечательная, я надеюсь, что вы все ее видели. Целый мемориал получился очень наполненным, очень красивым, очень величественным. И все люди, которые сегодня присутствуют в этом зале, конечно, принимали в этом самое непосредственное участие. Особую благодарность глава города выразила краеведам и историкам Самары. Во время подготовки мемориала они принимали активное участие в сборе и утверждении информации о трудовых и боевых подвигах жителей тылового Куйбышева. Очень важно, что это сооружение, оно гораздо полнее и точнее, нежели раньше, отражает вклад нашего города в историю. После церемонии награждения участники обсудили дальнейшую совместную работу по сохранению исторической памяти. В частности, директор Самарского дома молодежи Дмитрий Кривов предложил создать специальные QR-коды для всех достопримечательностей, которые олицетворяют Самару как город трудовой и боевой доблести. За время подготовки к открытию мемориала специалисты собрали колоссальный объем информации. Ее необходимо донести в доступной форме, а главное – простым способом. Я думаю, что однозначно работа будет начата в следующем году, но это процесс не быстрый. Я думаю, что в течение года будет создана концепция, проработаны все материалы и к концу года будет уже сформирован проект, который, надеюсь, и начнет свою реализацию также в следующем году. Мемориальный комплекс «Стелла трудовой доблести» открыли 10 декабря. Его созданием и установкой занималась администрация Самары совместно с Российским военно-историческим обществом и правительством региона. Мария Левина, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.